Андрей Андреевич, Вы себя позиционируете как эзотерика и даже как мага. Чем отличается эзотерика от магии? Дело в том, что эзотерика это наука о тайнам или знания, которые могут помочь человеку быть необычными, которые подчеркнуты народом или отдельными людьми из опыта, который формировался в процессе эволюции. А магия это визуальные или чувственные высказывания или мысли, которые в дальнейшем исполняются. Эзотерика это если человек допустим куда-то уезжает, то этому человеку можно пожелать ему счастливого пути или еще что-либо. Когда человеку желают, то это тайные знания, ведь нигде научно не доказано, что пожелания счастливого пути помогают человеку в тот момент, когда он куда-то в дорогу отправляется. Тем не менее, каждый желает счастливого пути. А вот представить белую дорожку между точкой, откуда человек идет, и точкой, куда человек придет, и представить, будто там находится белый путь или белая дорожка, это уже называется магией. И если так человек представляет, то он гораздо быстрее может добраться до поставленного пункта. Дело в том, что я понимаю, почему сейчас в мире очень предвзято относятся к эзотерике и магии. Но не стоит забывать, что еще несколько десятков лет назад такие слова, как компьютер, будоражили, наверное, умы только фантастов или читателей книжки «Наука и фантастика». Допустим, еще 70 лет назад никто и не мог предположить, что мы будем носить сотовые телефоны в руках, по которым будем смотреть программы и где будут происходить прямые трансляции людей. И расстояния уже не будут помехой для человека, в ходе его общения с кем-либо на планете Земля. Также и сознание человека. На сегодняшний день сознание является одним из самых недоученных и неизученных объектов. Я считаю, что эзотерика и магия — это те, наверное, системы, которые могут помочь человеку и человечеству подтолкнуть к изучению, наверное, сознания человека, подтолкнуть к изучению его каких-то необычных проявлений, которые связаны и с самоконтролем, и с самореализацией, и влиянием сознания на окружающий мир, развитие памяти, развитие каких-то пароспособностей. Ну вот я считаю, что это и есть основа магии и эзотерики. Вообще духовные практики, вот медитация и различные такие вот вещи — это тоже своего рода магия, как мне кажется. Но скажите, где вообще находится грань между магией, которая как бы во благо и вот всякой такой вот ворожгой, там вот этим вот всем, чем занимаются часто гадания? Вот где эта грань вообще проходит и до какой степени мы можем пользоваться безнаказанно этим инструментом? Каждый человек выбирает для себя путь сам. То есть каждый человек выбирает этот путь, пуская в себя негативные чувства или вырабатывая в себе позитивные чувства. В тот момент, когда человек встречает какого-нибудь человека, он может этому человеку пожелать части, может посмотреть на человека и порадоваться за его успешность. Но есть другой тип людей, которые могут огорчиться от того, что рядом с ним находится там более красивый человек или более успешный человек. И в таком случае тот человек, который выбирает для себя путь вот такой ненависти неосознанно, он может навредить такому человеку. А тот человек, который желает, наверное, счастья другому человеку, наоборот может помочь. Ну это такой вот индивидуальный путь, когда один и тот же человек в некоторых случаях может совершать добрые и злые поступки. Одно хочу сказать, что в случае, если человек совершает плохие поступки даже неосознанно, то он за это несет наказание в виде ответственности определенной, который называется долгом. Этот долг этому человеку необходимо будет отдавать. Потому что в случае, если человек желает плохого, то он желает другому человеку боли. В тот момент, когда у другого человека накапливается боль из-за желания этого человека, то боль проявляется в виде заболеваний. И в тот момент, когда это заболевание появляется, то часть этого заболевания возвращается и тому человеку, который желал. Именно так и появляются, в общем-то, все заболевания. Из-за отсутствия, как пишется в большинстве духовной литературы, из-за отсутствия доброты добродетели мы в порчу верите если бы я этого в своей жизни не видел воочию то я бы не верил в это никогда но дело в том что многократно в своей жизни мне бы хотелось сказать как работнику медицинского профиля о том что я не верю в порчу и не верю в сглазы но я хочу вам сказать что все это существует другое дело что это невозможно доказать но никто не задавался целью измерить это влияние никто не задавался целью наверное изучать эти влияния но они к сожалению существуют почему дело в том что доказательство этому это целый период социальной эволюции или процесса социального эволюционирования человечества то есть вот эти идеи когда человеку плохо после разговора когда человеку внезапно после какого-либо события или там после гостей становится плохо он заболевает и это можно убрать найдя подклад или почитав молитвы ну это как было так и есть так и будет и это невозможно не отрицать не доказать это просто существует тот кто в это не верит конечно но слава богу чтобы не верил и никогда с этим не сталкивался но это целом есть вы основали целую школу кайлас и вы в этой школе учите людей разному у вас очень много там направлений обучения я сегодня хочу поговорить о таком специфическом направлении как отношения романтика и секс вы в одном из своих уроков именно вот в этой вашей школе сказали такую вещь что если женщина хочет мужчину заинтересовать она должна сразу на него смотреть и представлять что это ее сексуальный объект как это работает мужчина и женщина они работают по-разному то есть женщина это некий минус которая готова принимать она готова принимать в объятия мужчину она готова быть человеком который принимает кого-то в свою жизнь мужчина это тот человек который дает то есть это физиологические процессы когда мужчина и женщина начинают жить на земле если убрать у них психоэмоциональную эмоциональную составляющую, эволюционную, и оставить животное начало, то можно сказать, что мужчина, он стремится быть с женщиной для продления эволюции или для продления рода. То есть фактически у него стоит задача для продления рода найти женщину и с этой женщиной переспать. Также у женщины есть такие качества, вернее, есть такие черты, которые выделяются, это грудь, это красивые формы, которые популяризируются на сегодняшний день. И мужчины, когда видят женщину, они воспринимают ее как человека, с которым они бы хотели заняться интимной близостью. Это открытие для многих женщин, но в большинстве своем мужчины именно этого и хотят. То есть глядя на любую женщину, они не рассматривают в этой женщине с первого взгляда интересного человека или умного человека, или душевного человека, для них это всегда объект желания. Это так устроила человека природа. У мужчины тестостерон, он смотрит глазами на формы, после этого у него появляется желание, ничего он с этим сделать не может. Так любой мужчина, глядя на женщину, очень часто не задумывается о том, насколько она разговаривает хорошо или насколько она теплый человек или душевный человек и так далее. Женщина по-другому воспринимает мужчин. Глядя на мужчину, она думает о том, что он может быть ее будущим мужем, что она может переложить на него ответственность за ее дальнейшую жизнь, ответственность за свою семью, за отношения. То есть женщина, она не видит в мужчине вот таких качеств. Для нее процесс интимной близости находится не на первом месте и не является для нее главнейшим. Когда женщина изменяет свое восприятие мужчины, и она начинает думать, что каждый мужчина или тот мужчина, который ей нравится, является объектом сексуального желания, то вот что происходит. Допустим, женщина начинает общаться с мужчиной где-нибудь в интернет-сети и пишет ему, мне интересен, вы мне интересны как мужчина, но я хочу вам сказать, что моя встреча с вами, она будет, скорее всего, с одной только целью. Меня интересует наша интимная жизнь. Меня больше ничего не интересует. После этого мужчина, встречаясь с этой женщиной, допустим, в ресторане или где-либо, начинает вот так думать. Он начинает думать, раз интимный вопрос решен, то о нем не стоит думать, и его не ставит на первое место. В этот момент он рассматривает женщину как женщину, в которой он может увидеть будущую мать для своих детей, будущую женщину, на которой он хочет жениться, из которой хочет жить, ту женщину, ответственность за которую он хочет нести, и начинает рассматривать эту женщину по-другому. Он начинает думать о ее чувствах, начинает рассматривать или начинает думать, какая она будет хозяйкой, или насколько она хорошо разговаривает и так далее. То есть вот этот процесс, когда мужчина перестает думать о женщине как об объекте, он в силах у женщины. Но если женщина говорит, да, я согласна, то тогда этот мужчина идет навстречу. Но если она это говорит мужчине, и он придет, то можете быть на 100% уверены, что в первый раз или даже во второй раз он не захочет никаких интимных отношений. Потому что он начинает формировать другой образ женщины, которая, в общем-то, готова на это. Как вы считаете, можно ли сказать, что секс сам по себе тоже магия? Это обмен энергетикой, это такой процесс очень мощный. Но считаете ли вы, что он является основой семьи? Я считаю, что основой семьи может быть только чувство другому человеку. Я сейчас объясню это. Дело в том, что если есть чувство и видишь в человеке объект, ответственность за которого ты несешь, видишь человека, который для тебя родной, близкий и теплый, видишь человека, с которым ты прожил длительное время, то в случае, если по каким-то причинам секс исчезает, то с этим человеком можно жить, имея чувства. Также в случае, если человек, допустим, был умным или у него были хорошие выводы, мысли, и человек начал, у него появилось заболевание, и он начинает терять память там и так далее, то сама система за счет чувства этих, она может трансформироваться. То есть человек не идеальное существо. И физиология половая, и физиология мыслительная, она может у человека разрушаться. Единственное, за счет чего семья и семейные пары со временем могут сохранять отношения теплые, это как раз единственное не телесное, это единственное, что есть, это теплые чувства. Когда воспринимаешь человека как своего ребенка, когда мужчину, женщина воспринимает как своего ребенка, как часть твоей жизни, когда не готова отвернуться и убежать, когда мужчина, независимо ни от чего, готов жить с женщиной, и без секса, и болеющей женщиной, и это и называются вот те чувства, это нас, людей, как раз и отделяет от животного мира. Мы уникальны, и наша уникальность и человечность заключается в том, что мы человечны в наших чувствах. Мы можем развить в себе чувства безвозмездной сторонней любви, то есть любить не за секс, не за ум, не за деньги, а как Бог, безвозмездно друг друга. Вот если это, это не возникает сразу. То есть сразу, когда мужчина и женщина начинают встречаться, это появиться не может. Это, возможно, может быть по-разному. Женщина влюбляется в то, что мужчина разумный, там, предприимчивый или просто смешной. Мужчина, ему нравятся формы женщины, ему нравятся там постели женщина, ему нравится, как она смеется, возможно. Но потом в дальнейшем формируется вот эта третья сила, какие-то непреодолимые чувства, когда чуть-чуть стираются вот эти элементы желания владеть человеком, элементы желания восхищаться, а появляется вот немножко другой элемент, который называется быть друг другу, как близкие, быть друг другу, как самые близкие, быть соратниками, быть партнерами, иметь защиту, иметь, как бы, иметь понятие того, что ты защищенный, находишься в чьих-то руках. Вы в своей школе Кайлас проводите семейные такие вот консультации, как семейная психология, что если у людей возникают конфликты внутри, они вот к вам обращаются, чтобы вы их там примирили. Есть сейчас мой семинар, он называется «Вторая ступень школы Кайлас». Это все выложено на моем YouTube-канале Андрея Дуйко бесплатно. Там 30 часов информации о всех возможных перепятиях и всех возможных проблемах, которые могут возникать между мужчиной и женщиной. Также специально для этого я создал целый ряд семинаров. Один семинар называется «Магия любви и семейных отношений». Также написана одноименная книга «Магия любви». Есть семинар, который называется «Сексуальная магия денег». Есть семинар, «Как сексуальная магия влияет на деньги». Есть семинар, который называется «Обретение партнера с помощью магии». Есть семинар, который называется «Быстрое замужество» с использованием магических приемов. Здесь необходимо изменить немножко глоссарий для более такой яркой понятности. Когда я говорю «Магия» или когда я говорю «Эзотерика», я не совсем подразумеваю то, что имеют в виду YouTube-страницы или те люди, которые преподают эти знания. И чем же это отличается? Дело в том, что для меня магия это некий необъяснимый компонент нашего сознания или нашей концентрации, который может создать определенное событие. Допустим, человек приставляет свой позвоночник золотым, после чего его позвоночник перестает болеть. То есть это и элементы самореализации, элементы самокоррекции здоровья и так далее. Вот я уже когда-то говорил, есть заболевания, допустим, раздел науки, который рассматривает психосоматические свойства нашего организма. То есть в случае, если у человека есть какие-либо психические состояния, там источение нервной системы, то это может соматически отражаться на заболеваниях поджелудочной, печени и так далее. Вот я считаю, что существуют еще психосоциальные такие компоненты. Я считаю, что наша психика и наше сознание каким-то образом, скорее всего, за счет каких-то электромагнитных токов, возможно, самих физических, может быть, принципов Лоуренса и Максвелла, за счет вот таких величин каким-то образом воздействуют на окружающий наш мир, воздействуют на наш внутренний мир и способны воздействовать не только на внутренний мир, на заболевания, а еще и на поведение близких, на поведение в социуме людей и так далее. Я попытался это все рассмотреть, разработав за счет некого такого технического подхода свою персональную, авторскую методику, связанную с вот такой вот магией, которая связана с тем, что человек может что-то представить секунду или две для того, чтобы, допустим, ГАИ не остановило автомобиль или что-то представить 10-15 секунд на протяжении дня, чтобы продать свою недвижимость или продать свой автомобиль. Или сделать так, чтобы, допустим, через таможню пройти быстро. Или сделать так, чтобы тебя не видели люди или наоборот замечали только тебя. Сделать так, чтобы в глазах других людей быть красивее. Сделать так, чтобы не болел зуб, не болел орган. Сделать так, чтобы у ребенка очень быстро перестало болеть горло. Этому всему я обучаю, это я им называю магией. Но это отличается от обрядов, это отличается от медиумизма, это не привлечение мира мертвых и так далее. Также несколько слов, наверное, хотелось бы сказать по поводу самого принципа оракулов и самого принципа предсказывания будущего. Дело в том, что очень часто люди путают чернокнижников, о которых пишут в Библии, а также слова Иисуса Христа из Евангелия, где он говорит о том, что не нужно слушать колдунов. Дело в том, что там немножко ведется речь совсем о других вариантах, восприятие того, кем были колдуны в то время и кем они называют себя сейчас. Если говорить об оракулах, о которых пишется в Библии, то говорится вот о чем. Там говорится о том, что оракул, человек, который предсказывает будущее, он идет с Богом вместе за руку. А те люди, которые влияют на других людей, заставляя их болеть и влияя на них в виде там наведенных порчей из глазов и там заболеваний, они вредят и они являются не теми людьми, кто может быть благословен Богом. Оракул считается человеком, который предсказывает будущее. У Иисуса Христа, когда мы рассматриваем историю Евангелия, то мы можем сказать о том, что этот человек сам, ну, Бог в дальнейшем, этот Бог сам предсказывал многократно события, взятые из будущего. То есть можно сказать, что этот человек, говоря о колдунах, не имел в виду предсказания будущего. Также этот человек сам прикладывал руки к другим людям и показывал многократно процессы исцеления других людей, чудесного исцеления. То есть можно сказать, что Иисус Христос демонстрировал великолепные качества целителя, исцеляя других людей. Таким образом, когда Иисус Христос сказал о том, что не верьте колдунам, то он не имел в виду тех, кто предсказывает события будущего и точно не имел в виду тех, кто с помощью Бога или с помощью Божьего Слова может помочь другому человеку быть здоровым. Таким образом, нужно рассматривать, возможно, рассматривать данную тенденцию еще и с этой стороны. У вас жизнь в свое время разделилась на до и после. В связи с вашей болезнью тяжелой, в связи с прочими событиями, которые последовали, там и авария у вас была. Вы вообще когда открыли в себе дар целительства? Не кажется ли вам, что практически вытащив себя с того света, вы каким-то образом что-то приобрели именно магическое? Я должен разочаровать, наверное, большинство людей, которые смотрят данное видео, если они вдруг будут читать, что я сам себе помог избавиться от онкологического заболевания, используя системы целительства. Это не так. Мне помогла традиционная медицина, помогла химиотерапия, многократная радиотерапия. Во многом помогла традиционная медицина. Но есть одно «но». Дело в том, что в дальнейшем я задался вопросом, который заключался в том, можно ли все-таки человеку каким-то образом помогать дистанционно или онлайн избавляться от определенных заболеваний. К этому я подходил как человек, знающий акупунктуру, рефлексотерапию, систему ЦИГУН. И я пытался определить и выработать систему, как же можно человеку помогать. На протяжении 8 лет я занимался тем, что усиленно принимал людей, находясь у себя в офисе в центре Киева. Много людей я очень принимал, делал я это бесплатно. Одной из задач и одной из целей было разработать программу, которую я назвал программой универсального эзотерического целительства. Данная программа оказалась очень эффективной. На сегодняшний день я могу сказать, что такие заболевания, как аллергия, такие заболевания, как болезни позвоночника, суставов, ну и очень сложные заболевания иммунной системы, вплоть до заикания и эпилепсии, такие заболевания может убирать или устранять целитель, и делать это достаточно эффективно, но за короткий очень промежуток времени. Это система авторская, и именно это я и преподаю у себя в эзотерической школе Кайлас. Это очень уникальная система, объяснить ее, наверное, с позиции медицины невозможно, но рассматривать и, наверное, проводить исследования, как это работает, можно. Это и самокоррекция, и знание, каким образом сам человек может убрать у себя приступ невероятной боли, зубной боли, головной боли, это убрать самостоятельно у себя заболевания позвоночника, не чувствовать каких-то болезненных состояний, это все возможно для человека самого обыкновенного, и это очень быстро, этому очень быстро можно научить человеку. То есть мы можем говорить о том, что вот ваша школа, в которой вы преподаете, вы ее основали, вы в ней преподаете, и фактически она выпускает целителей? Школа рассматривает четыре элемента. Школа рассматривает элемент самокоррекции, и человек, который обучается в школе, управляет своими эмоциями, управляет своим физическим телом, можно это условно назвать йогой-пуни, то есть йогой вот такой доброты внутренней. Второй компонент, человек с помощью своего сознания может изменить внешний мир и изменить события внешнего мира так, чтобы они были благополучны по отношению к этому человеку, то есть изменить свою судьбу. Один из критерий этого становления заключается в том, что человек становится очень везучим, ему начинает тотально вести. Третий компонент, это возможность понять, тоже влияет на поведение самого человека и поведение тех людей, которые находятся рядом с ним в семье, для того, чтобы создать великолепную семью и отношения в этой семье, привести к гармонии, чтобы в семье были теплые отношения, было взаимопонимание. И четвертый компонент, это, конечно, и ясновидение, и работа с магией денег, так как я считаю, что человек, который оканчивает 7 ступеней школы Кайлас, это человек, прежде всего, здоровый, второй, это человек небедный, третий, это человек со здоровыми отношениями, и четвертый, это абсолютно везучий человек. И подтверждение этому огромное количество людей, которые закончили ступени, и которые сейчас, на сегодняшний день, разделяют свою жизнь до начала прохождения школы и после. Много людей в нашей школе благодарных. Эта школа сама себя развивает на протяжении уже большого количества времени. В этой школе огромное количество людей, которые благодарят, которые между собой общаются, они объединены между собой под названием Инды, то есть они друг к другу хорошо относятся, общаются, у них есть форумы, празднуют какие-то события, и это целое социальное течение или целое социальное направление. Я считаю, что научная модель эзотерики, она существует только в моем эзотерическом направлении. Я считаю, что вот такие, наверное, средневековые магические приемы, средневековые, наверное, какие-то приметы, это давно прошлое, давно ушедшее эзотерика. Существует новая, сверхэффективная, быстрая, авторская эзотерика, и этой эзотерикой может заниматься каждый человек, которая не требует длительных медитаций, которая не требует длительных повторений мантр, которая не требует огромного количества времени. Она наглядна, быстро применима и очень эффективна. Это то, что можно получить в моей эзотерической школе. Редактор субтитров А.Семкин